Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Выращиванием питуней занимаюсь давно. Пришла к выводу, что нет никаких особенных секретов посева питуней. Питунью можно сажать практически во что угодно, лишь бы семена не были заглублены. Ну и, конечно, во что угодно, но, естественно, в разумных пределах. Итак, первое. Посадка семян. Семена не заглубляют, раскладывают по поверхности грунта. И это не секрет. Второе. Емкости с посеянными семенами нужно держать на свету. Вообще-то их можно и в темноте держать. Семена все равно прорастут. А на свету их держат потому, чтобы не прозевать момент всходов. Как только семена прорастут, всходы нужно тут же перенести под лампу. И это тоже не секрет. Не секрет номер три. Емкости с посеянными семенами нужно закрыть пленкой, чтобы исключить испарение влаги. Кто-нибудь делает по-другому относительно субстрата? И это не секрет номер четыре. Грунт должен быть рыхлым и легким. А что, есть такие, кто сажает питонию или другие мелкие семена в глину? Знаете, я пробовала сажать питонию в разные субстраты. Это была покупная земля. Торф. Проращивала в самокрутках, сажала в песок, в снег, под снег, под лед, в обычную огородную землю. Питония всходит везде, если семена хорошие. Другой вопрос, как потом за ней ухаживать. Сегодня посажу питонию в вермикулит. Я, конечно, рискую. Никогда так не сажала. Семена нынче не дешевые. Но думаю, что питония справится, прорастет. А куда она денется? И если вы никогда не сажали питоний, то лучше начинать с самых простых семян, недорогих, которые в пакете продаются не поштучно, а на вес. Итак, приступим. В этом году сажаю всего два сорта питоний. Прикинула, получается очень много рассады. Но это два самых лучших сорта. Шутка. Ну как можно выбрать самые лучшие сорта питоний? Интернет-магазин, в котором я покупаю семена, в списке более 600 сортов и гибридов. А сколько разновидностей питоний? Обычные, ампельные, крупноцветковые, мелкоцветковые, многоцветковые, каскадные, суперкаскадные, мини-каскадные, стелющиеся, почвопокровные, махровые, супермахровые, мини-махровые, бахромчатые, обильноцветущие, карликовые, компактные, а также мини-флора, мульти-флора, гранди-флора. И еще питоний, тритунии, питоний, бэби-тунии, фрилитунии и другие разновидности и их сочетания. Например, вот это мини-многоцветковые питунья, а это крупноцветковые, суперкаскадные. А вы говорите, выбрать лучшие. Ну, давайте уже сажать. Итак, контейнеры, отверстия обязательно подписать. На дно. Здесь высота позволяет. Яичная скорлупа. Крупная фракция. Это то, что осталось после того, как грунт просеялось. Обращаю внимание, когда работаю с мелкими семенами, грунт всегда просеиваю. Теперь буквально одна ложка обычной огородной земли. И далее грунт. Грунт обычный, недорогой, покупной, с нейтральной реакцией. Грунт нужно разровнять, слегка уплотнить, увлажнить. Пришла очередь вермикулита. В вермикулита кладу небольшой слой, 3-5 мм. Снова увлажняю. А все для чего? А все для того, чтобы показать, что питунье все равно, на какую поверхность ее положили. Главное, чтобы было тепло и сыро. И далее по поверхности вермикулита аккуратно раскладываю семена зубочисткой. И этот слоеный пирог очень аккуратно опрыскиваю. Так, чтобы смочить гранулы. И чтобы семена плотнее легли на вермикулит. Контейнер закрываю пленкой. Ставлю в теплое, светлое место. Очень надеюсь, что питунья меня не подведет. И вот здесь внимание самое главное. Как только питунья взойдет, ее нужно поставить под лампу. И ни в коем случае не снимать пленку. Пленку будем снимать медленно, постепенно приучая питунью к открытому воздуху. А у меня на сегодня все. И я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ